Сейчас у нас появился выносной пульт управления, который потребуется вашему работнику, чтобы было удобно на нем работать. Можно поставить его на 2, на 3, на 4, на 5 метров от станка. Это значительно улучшает и делает вашу работу более комфортной на этом станке. Теперь я приглашаю вас переместиться к этой части станка. А теперь хочу ваше внимание обратить на вот эти 4 установочные винта. Они нужны для того, чтобы вы и ваш оператор, который работает на станке, поставить выносной пульт на станок. В случае того, если у вас нет места для использования и установки выносного пульта, или вам просто неудобно и хочется работать с этой фронтальной панели. Штурвал позволяет одновременно регулировать прижим передних и задних ребух. Но на этой новой модификации станка у нас есть возможность поставить мотор-редуктор и оснастить этот станок опцией автоматического опускания и поднимания всех ребух в станке для прижима лафета. Теперь можно опуститься чуть ниже и можно увидеть, что у нас появился более широкий посуд на этом станке. Ну, можно в станке распиливать более широкие лафеты с широкими юбками, но все мы сталкиваемся с большим и крупным лесом в нынешнее время. Также мы можем обратить ваше внимание, что появился дополнительный кожух для вывода опилок из-под станка. Теперь наш ящик с электричеством не забивается опилками. На новой модификации станка Triumph M2700 мы сделали вашу работу еще удобнее. Теперь вам не придется копать траншею для того, чтобы установить транспортер для опилок. Мы сделали прямой туннель под всем станком. И вы теперь можете поставить транспортер как справа, так слева. Сейчас я расскажу вам еще про одну немаловажную опцию, которую мы добавили в эту модификацию. Представьте, что вам требуется удалять распиленный пиломатериал на некоторое количество метров от станка. Допустим, на 5, на 6, на 7, на 10, неважно. Теперь вы можете подключить привод рульганга прямо от самого станка, что заметно удешевляет конструкцию самого приводного рульганга. Не приходится устанавливать дополнительный привод отдельный, который всегда увеличивает стоимость продукции. Ну, и не совсем удобный в работе. Поэтому как-то так. Дальше. Ну, опять же, можно обратить внимание на дополнительные кожухи для удаления опилок. И еще можете посмотреть прямо вот сюда, сверху. Если вы работаете с лазным пиломатериалом, и у вас возникает засор, можно его прочистить прямо вот отсюда. Вот такими движениями. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы после ознакомления со станком, пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.